Ингушетия – кладезь легенд и мифов. А чтобы правильно, а главное, интересно преподнести историю ингушского народа, нужны квалифицированные эксперты, уверен Мурат Мальсагов. На тренинге опытный экскурсовод объясняет, гид также должен хорошо владеть психологией. Мы входим в контакт с этими людьми, и нужно быть открытыми для людей, и нужно понимать, что это часто работа сложная в плане именно психологического настроения. Потому что гости, люди, они бывают совершенно разные. Каждый день меняются люди, меняется какой-то менталитет, люди сразу менталитетом приезжают. Поэтому нужно запустить с терпением, не взрываться, не психовать какие-то. Нужно все это понимать. Лицензия на ведение туристической деятельности, искажение неграмотными специалистами исторических справок, меры безопасности для туристов. На семинаре участники обсуждают все навалевшие вопросы с коллегами. Главные цели тренинга – обучить азам профессии экскурсовода, научиться оставлять и проводить сами экскурсии. Вероприятие рассчитано на 6 часов. Лекцию по открытию туристического потенциала республики слушают десятки участников. Все они связаны с туристической отраслью – гиды, менеджеры турфирмы и сопровождающие тургрупп. Анна Коплек работает экскурсоводом больше пяти лет. В основном в Кабардино-Балкарской республике. А в этом году хочет провести пятидневный тур еще и в Ингушетии. На тренинг пришла, чтобы узнать, как работают коллеги и поделиться своим опытом. Методика основывается на том, что мы должны преподнести основы истории по Кавказу, то есть погрузить человека, привлечь, соответственно, туристов со всей центральной России. Потому что у многих туристов все-таки у нас остался такой стереотип, что на Кавказе страшно, что у нас здесь беспокойно. И мы стараемся разрушить этот стереотип и показать людям, что у нас здесь намного лучше, чем им рассказывали. Организатор тренинга – комитет по туризму Ингушетии и центр «Мой бизнес». Здесь и проходит обучающий семинар. Его ведут археологи, историки и опытные гиды. На сегодняшний день в реестре комтуризма Ингушетии около 20 экскурсоводов. По линии моего бизнеса и по линии Минтруда есть такая квалификация «Самозанятые». Нужно обязательно там зарегистрироваться и потом предоставлять услуги для туристов. Ну и воспользоваться грантовой помощью для таких экскурсоводов. По завершении тренинга участники получают сертификат. Информация о прошедших курсах будет также храниться в реестре, где турист может воспользоваться услугами аттестованного экскурсовода.